Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем образовательные предприятия в рамках проекта «Молодость и мастерство» в специальности «Скритка». Проект реализуется в некоммерческой благотворительной организации фондом юной дарования России с использованием грантов, предоставленного Российским фондом культуры, в рамках федерального поэта, творческого люди, персонального поэта «Скритка». Сегодня у нас состоится мастер-класс и творческая встреча законной деятельности «Скритка» России, заведующим кафедрой Каменного Александра, струнного партия «Скритка» и «Скритка» и «Скритка». Профессором кафедры струнных инструментов Новосибирской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Дмитриевна, преподавателем отделения оркестровых струнных инструментов Новосибирской специально-музыкальной школы Мариной Александровной Кузьминой. Образовательные участия мы начнем с небольшого концепта учащихся и студентов класса Марины Александровны. Пожалуйста, Марины. Ну, дальше я все сама расскажу. Так, значит, вообще-то, как бы, организаторами этого мероприятия предусмотрен небольшой концерт участников, так сказать, ведущих мастер-классов, но поскольку я вообще никогда стараюсь не смешивать игру с педагогикой, это для меня просто в голове не помещается, поэтому мы решили показать вам немножко наших учеников. Сразу скажу, что концерт очень импровизированный, и мы специально не готовились, немножко поздно это все, так сказать, возникло, но ребята готовились, девочки в основном, в общем, вообще сегодня одни девочки. Готовились к разным конкурсам, из-за программы была подготовлена, потом забыто, потом снова восстановлена, поэтому тут, может быть, не обеспечить. Но так как все здесь педагоги, все понимают, что это такое, чего стоит повторять с детьми произведения, вообще-то хуже нет. Всегда я думаю, лучше взять новое, чем повторять старое, потому что как-то вот детям это очень тяжело. Но тем не менее мы повторили, и сегодня мы поиграем, что умеем. Значит, начнет концерт Лия Рубин. Лия учится у меня в... В каком она учится? В пятом классе. Она уже, за ее плечами, куча международных всяких конкурсов, и сейчас она приехала совсем недавно с Дельфийских игр, где получила серебряную медаль. И вот часть этой программы мы как раз восстановили, как могли, как умели. И она сыграет два произведения. Какой-то порядке. Сначала интродукция... Сенсанс интродукция Роланда Капричиоза и Чайковский русский танец из балета «Лебединое озеро». Ну так, чтобы сразу было понятно, Лия 11 лет, так чтобы какие-то уже там... Ну если будут вопросы, то можно сразу после выступления их задавать между людьми. То есть это неофициальный концерт. Я, конечно, как всегда, забыла сказать про концерт месяца, как это у нас принято. Концерт месяца. Лия 11 конкурсов, Енина Кольфман. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И в заключение нашего небольшого концерта будет играть Елизавета Лихницкая. Лиза Лихницкая, она закончила в прошлом году школу, и она первокурсница, заканчивает уже первый курс. Лиза единственная из сегодняшних исполнителей, не исконно моя ученица, она пришла ко мне от Татьяны Александровны Гусевой довольно давно, уже много лет. И пока она тут ничего не слышит, я про нее расскажу. Она очень интересно развивается как музыкант, она удивительно волевой человек, иногда это доходит до экстремальных каких-то ситуаций. То есть когда мы уже говорим, что нет, Лиза, тебе не надо ехать на конкурс, ты не можешь, она всегда говорит, нет, я могу. И несмотря на то, что мне кажется, что нет, это не получится, она все равно может собраться и потрясающие какие-то вещи делать на сцене, и это, пожалуй, ее самое удивительное качество. У нее есть какая-то харизма, которая заставляет слушать, вы сейчас это заметите, конечно. Лиза сыграет цыганскую рапсордию Равелли. Лиза сыграет цикл. Это фантастик. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 и сделала из этого форму. Но это очень сложно сделать, потому что начинать надо с правой руки. Потому что начинать надо опять с открытых струн, с гаммы. И не только правой, кстати, и левой тоже. И влево я вижу вот эти тоже наукунецкородовые такие признаки, когда пальцы вот здесь где-то, вот так. И потом хочется играть быстро, а они не вылезают вовремя оттуда, сбоку. А если я вот сюда Ксюшу поставлю, вам видно будет? Я попробую показать, как я вот это делаю, но, конечно, сходу такие вещи не получится. Давай мы поднимаем скрепку. Так, во-первых, ты, по-моему, не настроена. Проверь, струй. Дальше. Дальше. Сама настраиваешься? Уменишь, сама настраиваться? Так себе, да? Первое. Вот я с чего бы начала? Начать надо вообще-то вот отсюда, мне кажется. Ты держишь мизинец прямо вот здесь на винте. Это уже точно ошибка. И у каждого пальца есть свое место на смычке. Вот у нас есть вот это колечко, которое смычок держит. Оно не смыкается, в общем-то, но считается, что это вот колечко. Вот так. То есть это какой-то у нас палец, средний, средний, да, средний палец и большой палец. Вот это они держат смычок. Дальше. Мизинец – это очень важный палец для того, чтобы удерживать вес смычка. Тяжелый он достаточно, да? Мизинец держит его вес. Если у тебя вот так мизинец оттопылен сюда и вот так зажат, то уже веса ты не почувствуешь, потому что просто нечем почувствовать. Нужно, чтобы он был круглый. Первое. Самое главное – круглый и свободный. А раз круглый, то свободный. Как правило, все, так сказать, все наши движения, они стремятся к тому, чтобы быть естественными, да, наружные стремления. В естественном положении у тебя пальцы немножечко как бы закругленные. Вот ты стоишь, у тебя сейчас закругленная рука. И ты точно так же должна перенести эти закругленные пальцы на смычок. Если ты видишь, что у тебя вот такая палка здесь, ну все, это первый сигнал того, что, ой, что-то я не так делаю. Что это у меня за вот это вот тут? Оно должно быть так же, как в жизни. Дальше. Указательный палец служит для нажима. И он тоже закругленный, да? Не знаю, для чего служит безымянный палец, никогда не понимаю, мешаться всем остальным, видимо, он служит. Но вот он тут вместе со всеми кругленький тоже лежит на смычке. Теперь возьми смычок. Давай, без. Пока без. Это ближе, да, подожди. Но идея заключается также в том, что указательным пальцем ты должна осуществлять нажим на смычок, да? Поэтому наша рука немножко наклонена в эту сторону. Она вот так лежит на смычке. Если ты посмотришь на мой палец, указательный, видишь, у меня вот тут вот дырка такая, вмятинка. У нас у всех скрипачей есть такая вмятинка. Если ты много играешь, то, к сожалению, кость она немножечко тут продавливается, потому что много-много лет играешь, да? Это ни капельки не больно, но это у всех есть. Или, скажем, мозоль вот здесь. Потому что мы всегда вот таким образом держим палец, немножко нажимая на смычок, да? Если надо нажать. Если ты играешь тихо, то не надо нажимать, палец просто спокойно лежит. Пробуй. Поэтому этот наклон возникает. Да, такой, значит, вот ты прям только освободи, пожалуйста, руку. Нет, у тебя кисть зажата уже, ты еще ничего не играешь, даже скрипку еще тебе не дала. А ты уже зажалась. Свободную руку. Очень свободную руку. Вот оно вам первое упражнение. Положить свободную руку на смычок. То есть я держу смычок и добиваюсь вот правильного вот этого положения, абсолютно свободной руки. Да, очень хорошо. Вот кисть должна быть в абсолюте, она прямая. Она немножко работает. То есть она работает вверх и вниз, когда ты двигаешь смычок, да? То есть есть вот это. Но среднее положение, она прямая. И так развернуто к тебе, вот как будто у тебя вот тут вот, ты смотришь сюда, как будто у тебя есть часы, да? И ты смотришь, который час, вот это вот такое, вот, 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 чуть-чуть. Угу. Так, пока мы на этом оставили, все возьмите, а то нам неудобно будет в воздухе это все делать. Так, теперь смотрите. Держание инструмента. Вот как мы можем рассчитывать на свободу, когда ребенок вот уже, она вот в таком положении находится, да? Что главное? Что твоя скрипка, она должна, вот поставила ноги прямо. Это буквально первые уроки. Ты знаешь, да, как мы стоим скрипачи, немножко расставив ноги. Скрипка должна находиться над твоей левой ногой. Вот так. Не вот так, и не вот так, а ровно вот здесь над твоей ногой. И прямо перед твоими глазами, по сути дела. Давай попробуем. Подними голову. Нет, только не тяни шею, а просто подними голову. Вообще не напрягайся. Сейчас же мы на тебе просто показываем. Ты же у нас этот, потопотный, как бы, кролик. Да, вот. И не дави головой на скрипку, ни в коем случае, ни капельки. Вообще не надо. Потому что, если ты думаешь, что от того, что ты на нее нажмешь, она у тебя будет лучше держаться, ничего подобного. Ты просто зажмешь свою шею. Скрипка лежит. Она лежит. Одна точка, она лежит на плече, а другая у тебя вот на руке, вот здесь, на вот этом вгибе. Если она лежит на двух точках, она уже никуда не упадет. Видишь, я ее вообще не держу. Я могу с тобой разговаривать. Я даже могу так играть. Прижимать мне не надо. Но нам удобно держать скрипку, чуть-чуть придерживая ее подбородком. Чуть-чуть, буквально капельку. Если я захочу, я могу повернуться. Вот это упражнение, я обычно всегда его показываю во всех мастер-классах. Этот фокус, который когда-то кто-то меня научил. Кстати, в Питере. Держи. Что? Держи. Очень хорошее упражнение. Любой этюд, да, на там, не знаю. У меня дети делают. Получается, что как бы освобождается шея, и нет вот этого ощущения, что мы лично должны цепиться в инструмент и держать его. Ну ты просто пока вот без всякого этюда поиграй мне. Не просто ля-ля-ля-ля-ля, опс, это что? Это все ровно не так, как мы говорили. Если вот это вы видите, все, это уже сигнал. Ведь еще раз, мы стараемся двигаться на скрипке так же, как в жизни. Когда мы видим, человек играет, он абсолютно свободен, он владеет всеми штрихами. Кажется, что ему ничего это не стоит, потому что он ничего специально не делает. Он просто так же, как ест, пьет, разговаривает, так же точно играет. Совершенно свободными руками. Если вы увидели вот этот неестественный поворот руки, значит, это уже что-то не наше. Все. Я на днях в Инстаграм увидела у Максима Венгерова на страничке. Он сделал фото, может кто-то видел, правой руки своей. Ну что, и когда я увидела, вот такой бальзам на душу. Мы же учились у одного педагога, утрочинину. И вот эта вот постановка, ну я точно вообще, вот так, как нас учили держать смычок. Ну, это чисто внешне уже какая-то эстетика, да, это уже просто красота. Нам надо добиться пока не красоты, а свободы. Поднимай скрипку. Не вцепляйся в нее головой. Лучше, а знаешь, вот лучше всего, если ты немножечко повыше ее будешь держать рукой. Да. Вы, наверное, заметили, да, вот у этой гражданки Улии, у нее очень высоко скрипка, да, потому что просто рукой держит ее. И тогда освобождается шея и, 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 как бы, я всегда говорю, что надо, чтобы не, вот, не скрипка подпирала голову, да, а чтобы, вот, да, так, чтобы она у тебя перед глазами всякала. Не вцепляться. И поехали. Нет. Сделай вот так, чтобы у тебя здесь была прямая линия. Еще свободнее пальцы. Просто, я держу смычок, просто положи руку сверху на смычок. Да. Ну, нам надо сдать ее до конца смычка. Нет? Нет. Не хватает. Оп. Давай я покажу твоей рукой. Ты попробуешь запомнить. Кисть еще не поднимается. Вот я бы, если бы занималась с ней, то я бы начала с того, что просто научила, ну, вот абсолютно просто прямую руку играть. Без всего. Понятно, что у нас есть вот эти движения кистевые. Но попробовать просто вот спрямить. Может и нет. Я тоже столько всего пробую, и потом отказываюсь от этого. Не знаю. Потому что, мне кажется, очень трудно сразу объяснить вот это все движение. Когда мы подходим, сначала рука прямая, да, в последний момент там кисть приподнимается, потом она опускается, пальцы выпускаются. Это все очень трудно объяснить ребенку, поэтому вот начните вот просто с прямого вот этого движения, вот. Давай я. Так, у тебя скрипка опять не там. Сюда ее разверни чуть-чуть. Вот она должна перед тобой быть. Угу. И прямая рука. Да, короткие? Немножечко выше, вот прямее. А плечо вниз. Вот здесь все освободи. Да. Пошли. О, да. Свободно, 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 свободно. Опускай, опускай здесь. Все, раз руку встряхни. Плечо – это та часть наша, которая вообще не участвует в игре. То есть, это часть, которая для игры не имеет никакого значения. Оно просто свободно висит. А мы играем практически вот, предплечье. То есть, вот рукой отсюда, от локтя и до, ну, пальцы, конечно, там. Черт, вот и кисти. И вот это не делай, вот это вот красивое вот это. Ладно? Вот смотри. Просто положи руку так, так же, как ты пишешь, да? Ты же, когда пишешь, ты его так же не делаешь, правильно? Я тоже думаю. Угу. Еще, еще меньше вот этого. Вот этого горба или гуся, как говорила Галина Степановна Тулачинина. Не надо вообще нам гусиной шеи этой. Вот. Пальцы чуть-чуть округли. Дальше. У нас обязательно должен быть наклон. Ты знаешь про наклон? Наклон волоса имеется в виду. Но мы у колодки не играем вот так, плашмя. Потому что это шипит. А чтобы был чистый звук и точный, мы немножко наклоняем смычок. Угу. Не поднимай. Пока не поднимай. Угу. Скрепка потихонечку уползает. У тебя получается этот локоть сюда, а этот локоть сюда. А ты их собери друг к дружке. Угу. Ты можешь пока вот здесь взять скрепку, чтобы тебе не катастрофа. Да? Разворот совершенно другой. Не надо вот это делать. Это плохо. Это просто плохо. Вот. Начни с того, что твой смычок должен двигаться абсолютно параллельно. А? Он у тебя гуляет. Там где-то было место, где вообще загулял где-то аж на гриф. Наклон руки. То есть нам нужно два наклона. Один – это наклон руки сюда. Для того, чтобы нажимать. Другой наклон – это чуть-чуть поворот волоса. Вот это вот. Угу. Да. Еще свободнее. Разгибай руку полностью до конца. Передальше. Смотри. Вот когда ты идешь к концу, то твой мизинец, он, естественно, выпрямляется, он не достает. Оставь его просто в воздухе. А потом, когда ты почувствуешь, что вот он смычок, поставь его обратно. Да. Сюда скрипочку. Теперь сама попробуй провести. Мизинец, почувствуй вес, да, не давай ему вываливаться. Дальше. Свободнее, свободнее. Просто быстрее немножко введи, чтобы почувствовать, как он… Да, очень, мне кажется, очень важно, на это редко кто обращает внимание, но для меня вот важно, чтобы научить ребенку быстро ввести смычок. Вот это дает какое-то ощущение разгибания, да, потому что потом, ну, мы знаем, все время есть проблема с разгибанием руки, да, и вот это вот довести, все время какая-то вот такая скованность. Почувствовать руку абсолютно свободно, как крыло птичье, да, вот как… Красиво разогни, полностью. Насколько у тебя хватает? О! Плечо, 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 плечо. Жею не зажимай, вот здесь не зажимай. Молодец, да. Старайся прямо стоять. Молодец, хорошо. Не параллельно. Теперь, Лад, когда ты вот это вот делаешь, вот это, у тебя вот так смычок идет, буквально так, а нам надо, чтобы он шел параллельно подставке и грифу, то есть твое движение, оно идет немножко вниз и вперед. Да. Вот, когда вы этого добьетесь, можно начинать двигаться с пальцами и кистью, потому что пальцы пока не знают, что им делать. А пальцы, на самом деле, колодочки, должны сгибаться. Да, вот идешь в колодки, и вот они вот так, да. Вот теперь работай с колодочкой только, вот этот кусочек. То есть у тебя есть маленькое движение кисти и маленькое движение пальцев. Да, примерно так. Это все адский труд, это точно, я прекрасно понимаю. Но достаточно вот этот момент упустить. Мне кажется, что она гораздо быстрее может это сделать, чем, скажем, мой язик, потому что человек явно хочет и податливый. Просто я прям чувствую, как она вот головой думает, и видишь, что я тебе в третьем лице, и думает, и делает, да, и хочет делать. Поэтому я думаю, что таких уж прям проблем не будет, это привести все в порядок. Вот. И тогда будет красивый звук, и тогда будет действительно яркая динамика там, ну и техника, конечно. Потому что в левой руке тоже есть. Давай, ты мне знаешь, что поиграешь. Ну, давай еще раз живу поиграем. Это я себе ставлю, не тебе. Ты так знаешь. Играй здесь. Играй здесь. Значит, пальцы, они не вот таким образом должны быть над струнами, а вот таким образом. Все пальцы над струнами, да, вот на той струной, которой ты играешь, должна находиться вся трюна. Это не значит, что надо локоть. Вот это, кстати, ошибка. Для того, чтобы пальцы были над струной, не надо выворачивать сюда локоть. Нужно руку развернуть. Вот здесь. Да. Просто разворот такой. Смотри. Засвободи. Так, чуть-чуть сюда поворачиваешь. Вот они у тебя все. Здесь. Это немножко лично. Да. И теперь у меня вопрос. Вот как предполагается, называются вот эти штрихи? Ну, скажем. Сейчас тоже объясню, что я имею в виду. Вот когда они играют. Это вот лежачие штрихи или прыгающие должны быть? По замыслу. Лежачий или прыгающий? Лежачий. Лежачий. Ну, это уже странно, потому что, когда мы видим вот это, то оно, конечно, немножечко предполагает. Ну, допустим. Лежачий. Значит, в какой части штрихи это должно оказаться? Скажи. Как это планируется? То есть все в нижней. Ну, раз оно в нижней, то уже это не лежачий. Как надо. Так предполагается сразу, что это уже... Неудобная, кстати, пьеса, потому что это на длинной ноте уходит. Как полагается это? Расскажите мне, педагоги. Это лежачим надо играть с мучком или прыгающим? Кто знает? Что-то с воздуха. Я со стороны играю. Мне тоже кажется, что если играть эту пьесу, то нужно владеть штриховой техникой, как минимум. Потому что это очень непросто сыграть лежачим. Не знаю. Наверное. Наверное, так. Конечно, с такой техникой правой руки пока это нереально. А значит, когда... Ну, не знаю, я когда даю пьесу, я прежде всего думаю о том, получится ли у нас штрихи. На самом деле. Потому что так она просто корявая. И моя задача, ну, это странно, наверное, но это так. Моя задача, как педагога, я считаю, для себя, объяснить ребенку, как, в каком месте на смычке, каким приемом, каким количеством смычка играется каждая нота. Не в целом каждая нота. Почему я сейчас заткнулась? Потому что я не очень понимаю, что мы хотим добиться. То есть понятно, что дети не создают концепцию. И они не знают, прыгающим штрихом это будет или лежачим, будет ли она такая остренькая, или она будет более маркирована просто как маркированная дизатория. Это мы придумываем. Мы придумываем то, что подходит данному ребенку и подходит к этой пьесе. После этого я должна, как это, оправдать свою идею каждой нотой. Вот, собственно, что я хотела сказать. Здесь я, честно, вижу пока такой немножко хаос. То есть она не знает, в какой части смычка, где, что играть. Как это играется. Еще раз начнем. Стоп. Мы не держим здесь мезеницу. Да, понятно, что я сейчас леплю все подряд, потому что, как бы, работать над пьесой с такими руками очень сложно. Наклон смычка. Во-во-во, молодец. Ну, она у колодки. Еще раз. Понимаете? Ну, хорошо. Вот она пробила вот на этой столь смычок. А дальше что делать? Вот здесь играет. То есть тут подходит... Как? Сыграть через сервис смычок? Нет. Начинаем здесь два варианта. Либо мы экономим смычок. Либо мы снимаем и переносим. Наверное, экономим. Пожалуйста, поэкономим. Соль. От колодки. От колодки. Да. Нет, у тебя опять выворачивается. Ты их не положи. Положи. Да. Давай. А ритмично. Выдержи ноту. Да. И после того, что мы придумывали... Сейчас мы, конечно, этим не можем заниматься. И после того, что я придумывала, как сыграть каждую ноту, пропустив это через себя, сыграв сама и объяснив это ребенку, я могу что-то потребовать. В частности, я могу потребовать, чтобы это было ритмично. Да, чтобы метр не болтался туда-сюда. А для этого уже существует там и метроном, и собственный, так сказать, самоконтроль. Потому что ритмичная, неритмичная жига – это уже не танец. А что такое жига вообще? Это мужской танец. Какого происхождения? В какой стране? У нас даже говорят всегда, когда мы учим, мы учили, по-моему, литературе, это когда-то в детстве, говорили, это танец английских матросов. И нам всегда говорили, что он... Бронмель тоже говорил. Вот представьте себе, как английские матросы вот в этих кованых сапогах, топая по палубе, скачут, так сказать, и танцуют эту жигу. Конечно, это не такая жига, но что-то в ней расстаётся. От меня остаётся ритмичность, да, мне остаётся упругость такая очень, чёткость хорошая. Опять же, отсюда мы дальше извлекаем, какими штрихами лучше это сыграть, да. Я думаю, совершенно неплохо, если мы где-то меняем штрихи, которые написаны в нотах. Да, вот я вот сейчас думаю, что, наверное, надо поискать. И сыграть, может быть. То есть я бы вот это уже разделила сейчас. Её бы звенеть бесконечно. Не зацепил. Не получится снять, к сожалению. Может быть, действительно, на таких ситуациях... Я не имею в виду сейчас эту пьесу, я понимаю, что она уже её выручила. В таких ситуациях поискать какие-то штриховые варианты, да, которые удобны ребёнку, с которой эту пьесу играет. Там, скажем, кто-то, у кого уже есть прыгающие штрихи, конечно, надо добиваться, чтобы это был прыгающий штрих, бесспорно. Опять же, решив точно, где, в каком месте он прыгающий, потому что, конечно, наверняка здесь найдутся моменты, которые требуют лежачего. Где-то, где не получается, можно разделить штрихи, и вот этот вариант уже мне больше... Уже мне больше нравится как-то. Так как проблема с правой рукой, правда, не очень. Поэтому и вот... Проблема с правой рукой, да. И не только с правой. Ты скрипку всё-таки упорно держишь вот туда. Она у тебя так вот уходит так. И тебе потом... У тебя, знаешь, как говорила моя учительница Турчининова, играешь, как будто ты курица на гнезде. Ты что-то вот крылья вот эти вот так расставляешь. Мама, вот, походите на саду, говорим о том, и ищем несколько девушек, и как стоит. И даже у нас летит Наталья Юрьевна фотография. Понятно. Ну, я ещё раз говорю, я с этого и начала, что да. Наверное, можно потом что-то исправить, когда дорастём. Но не лучше ли всё-таки постараться с самого начала? Это очень сложный процесс. Я знаю, это трудно. И более того, они ещё растут, и всё меняют на глазах. То есть ты только наконец уже что-то склеил, как тут же ребёнок вырос, и можно начинать всё это с самого начала. Да, я вижу, да. Ну, в общем, тебе над руками надо подработать. И у тебя всё будет очень хорошо. Опять же, вот какая вибрация, если вот такая вот рука, вот она такая вибрация. Если вот это убрать, получается, смотри, вот правое и левое как бы у тебя должны сработать примерно одинаково. Тебе нужно убрать вот эти все дела. То есть ты вот здесь выпячиваешь и здесь выпячиваешь. Если вот так сделать, тебе пальцы, естественно, сваливаются под скрипку. Если ты развернёшь, у тебя будет здесь прямая линия, пальцы будут ровно над инструментом. И у тебя будет легче и технику играть. Потому что не надо будет их выуживать отсюда. Они будут все готовы. И вибрировать, потому что вибрация, она связана вот с этим кистевым движением всё-таки. Хотелось бы, да. Всё-таки, чтобы не было вот... Да. И пока у тебя будет рука вот сюда, конечно, вибрация будет такая. Смотри. Вот у тебя движение должно быть вот это. Как мы в детстве когда-то делаем. Да? А? Да, пока-пока. Потом ты учишься делать это вот вдоль грифа. Да. Потом ты ставишь палец. Ну, лучше бы всё-таки делать в третьей позиции, мне кажется. И начинаешь вот качать. Да, давай. Попробуем. Покачай. Нет, ты качаешь по кругу. А надо качать к носу и от него вот так вот к себе, от себя. Вот. Вот это движение. Чем проще ты поставишь палец подушечкой, тем лучше, красивее будет вибрация. Угу. Да, да, да. Я тебя вверх немножко сейчас, конечно, тяну, потому что рост у меня. Покачай. Вот, 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 да. Здесь лучше не разгибай. У тебя всё-таки... Да и знаешь, ты как вилончелисты делаешь вибрацию. Вилончелисты немножко крутят. Вот, вот, а мы играем только к себе и от себя. Вот, такое движение. Тоже это всё можно сделать. Я думаю, что если вы приметитесь, то можно этого добиться. Отсюда, конечно, ничего не сделать. Ну, вот, я примерно обрисовала то, что, мне кажется, бросается в глаза сразу. И то, что сейчас пока притормаживает её немножечко. Да, я понимаю. Спасибо, молодец. Что? Спасибо большое. Все же. Что? Знаю. Ага. А мы разве не брюхо играли тогда в Питере? Что играл в Питере? На матч-классе? Ну, да. Сольная. Сольная. А брюха не было вообще на конкурсе? Это новое? Новое произведение у тебя? Давно выучило? В первую часть. Ну, как? Не, я имею в виду вторую и третью. Вторую, 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 но у вас есть. А третья есть? В принципе. Третья есть. Отвечу. Ну, давай. Еще можно. Понятно. Отойду подальше, чтобы не торчать перед глазами. Сюда отойду. Продолжение следует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 К". КОНЕЦ 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 Парочки мест равных по ритму. Очень даже достойно. У меня, как всегда, сразу появляются вопросы. Во-первых, я хочу сказать, что я все время наблюдаю за Андреем, Андрея в разных конкурсах и разных мероприятиях. Я вижу, как он растет, я вижу, как он вырос на последнее время. Это, конечно, огромное достижение педагога. Я при всех твоих достижениях очень ценю эту работу и понимаю, как это все сложно. И мне кажется, что действительно ты очень-очень-очень перспективный человек, искрепач. Видно, что там все вдумчиво и многое очень хорошо проинтонировано. Не в смысле чисто ты играешь, а именно в смысле того, что самое главное, то есть выразительность играет. Но, тем не менее, у меня есть вопросы. Скажи, пожалуйста, как ты себе представляешь эту часть? Ну, то есть я уже поняла, как ты ее представляешь, потому как ты ее играешь. Это медленная часть концерта. Обычная медленная часть концерта. Или чем-то отличается? Ну, кажется, или чем-то? Чем? Да. Ну, тем, скажем, она отличается от вторая часть медленная. Хотя там тоже, в общем, это... Там можно писать, как подтекст, все, что угодно. Ну, думаю, что это... Там еще много свободных действий в плане... Точно. Я бы сказала, что она разная. Часть имеет очень разнообразную палитру эмоций. Правильно, да? Вот когда ты играешь, мне именно этого не хватает. Например, что есть обстановка, и, может быть, ты немножко боишься, может, немножко недоучен, но... Все равно самое главное, что от тебя сейчас требуется, это как показывать свои мысли, свои чувства, поскольку ты уже научился играть. У тебя нет проблем таких с аппаратом, чтобы там, не знаю, там, заморачиваться чем-то. Тебе остается только воплощать свои мысли. Как мы это делаем? Ну, прежде всего, мы смотрим внутрь. Да? Очень внимательно смотрим внутрь. И делаем прежде всего то, что композитор там вот этими значками, всеми этими записал, эти значки, палочки, нюансики, вилочки и словечки, это единственное то, что нам дает возможность понять, что же действительно хотел композитор. Что очень важно. Понять вообще, что из себя представляет Брюх. Вот как композитор, да? Вся его музыка, она очень масштабна. Да? У него, он тем недаром, даже этот концерт говорит, что это маленький бром. Да? Потому что по эмоциональному состоянию, она действительно, она такая глобальная. Когда ты играешь, у меня чувство, что это, ну, просто, ну, просто тихая, может быть, не знаю, пасторальная, печальная местами. Ну, такая вот тихая вода. А хочется, чтобы там все на свете было, да? Ты правильно говоришь, она разная. Она может существовать самостоятельно, эта часть, как отдельное произведение. И это потрясающе. Эти кульминации, которые там оркестра играет, они просто... Когда-то в детстве я очень хотела сыграть концерт Брюха с оркестром. И, наконец, даже должна была его играть с Арнольдом Михайловичем Касом, когда была маленькая. Но тут приехал грач и привез своего сына. Он тоже играл концерт Брюха. Меня сняли, его поставили. У меня на всю жизнь осталось в памяти. Мои ученики постоянно это играют, играют с оркестра. И мне так нравится именно вот... Потому что, мне кажется, вот эти проигрыши, которые они поднимают над полом просто, и после этого вступать надо масштабно, ярко, крупно. Ты немножечко пенсишь. От тебя, да, ты такой большой уже парень, ждешь мощи. Мне просто нужно было сосредоточить, и сотрясить, что я не знаю, на том, в чем я играю. Просто моя главная ошибка в конкретном второй части, потому что я играю в очень сильной конкурсистической технике. А у меня такая конкретная техника, у меня не получается ни техники, ни эмоции. Ну вот поэтому я предлагаю тебе концентрироваться на эмоциях. И не только на сцене, конечно, когда ты играешь. Это самое последнее уже дело, концентрироваться на сцене. Именно в процессе занятий. И твоя техника, чтобы она встала в подчинении вот этой эмоциональной константе, чтобы именно эта идея, которую ты хочешь провести в этом месте, она и прозвучала. Давай, мы посмотрим, например. Начинай сначала. С какого нюанса начинается часть? Мой любимый вопрос. А? Вот в твоем издании смотрится пиано. А, кстати, вот есть издание, где вообще никакого нюанса не стоит, а стоит слово эспрессива. Эспрессива – это что? Выразительно. Вот Захар Анатольевич Брон, он очень любит, он вообще человек крайних состояний. Он всегда говорит, пиано-эспрессива – это форта. То есть уже слово эспрессива делает это другим пиано. Ты начинаешь нюансы, когда… Сразу звучать. Какой характер у первой темы? Вот здесь их две, да, скажем. Ну, то есть их больше, но разрабатываются все время две темы. Одна – это вот это самое начало, да, которое… Другая – это… Очень разные, разные по характеру, по состоянию. Чем отличается первая, какая первая, какая вторая? Вот давай, я тебя уже просто наталкиваю на какие-то вещи. Вот это все. Да, такое очень масштабное что-то, да, очень величественное, очень значимое. Я иногда говорю ребятам, похоже на апоэтизированный, это же немецкий композитор был, да, апоэтизированный рейн. То есть вот это мощное, могучее. Это на самом деле, когда я увидела рейн, я была очень удивлена. Ну, правда, увидела в Мангеме, может, где-то есть места, где он широкий и шикарный, как это описывается, а в Мангеме – это такая маленькая речушка, загнанная в бетон, абсолютно грязная, такой канал такой, канавка такая. Вот, но не вот такая, а действительно широкая, мощная, могучая такая. Почему я вспомню про рейн? Это очень немецкая тема. Она имеет вот этот вот какой-то благородно, ну, даже, может быть, чуть-чуть высокомерный характер. То, чего я у тебя вообще никак не почувствовала. Начинай, заводи. А вот когда ты играешь вот это, это уже какой нюанс? Здесь какой нюанс? Форте. Да. То есть моментальная крещендо, буквально через два такта – это уже форте. Дальше. Соответствующая вибрация – медленная и широкая. Не трепет такой, как там дальше будет, а так. Кстати, вот я что хотела сказать. Андрей, это тоже так стоит. У меня Лиза стоит вот так. Как-то вот сюда. Не опора вот не на ноги, а вот немножко прогиб такой получается. Ну, может, оно и ничего страшного, но это некрасиво как минимум. И вот я бы предложила Андрею тоже стоять немножечко больше, прямее просто, да. И опора должна быть на пятки. Давай. Не провисай. Я бы со второго пальца начала. Честно, я бы начала со второго пальца. Во-первых, у тебя переход будет ближе. Во-вторых, вибрировать удобнее. Чем третьим пальцем. Вот это не хорошее место для вибрации. Второй позиции лучше. Ну, это так. Если захотите это взять. Давай. Не прогибайся. Стой прямо. Стой прямо, не сгибайся. Не сгибайся. Крещенда. Держи звук. Крещенда, наверное, на этом. Да, это не просто три ноты, да. А про... Их самое длинное и самое громкое сначала, потом самое длинное. Чуть-чуть позже. Неудобно. Можно тут. Крещенда. Крещенда. У нас шляй до колодочки. И... Ну, то, что ты делаешь с вибрацией, это мы называем дежурной вибрацией. То есть она... Где-то появляется, где-то ее нет. Я бы все слож. Не прорывной. Не быстрой, а сплошной вибрацией. Довольно медленной и широкой, но не останавливать. И вот эта вот такая, как бы, необязательность ее, она и создает ощущение поверхностности игры. Нет глубины звука. Прямо от баска. Фа-ми-ми. Ну, давай. Вверх, наверное. Вибрируй. Плотнись, пучок. И продолжай. Не замирай. Идет еще дальше. Здесь есть замечательный аффироматор. Который ты игнорируешь, не хочешь делать. Я обычно прошу, ребята, и сама бы так делала, получить это сначала вообще, ну, вибратор. И добиться всего максимально, вот все, что ты можешь, так сказать, из себя отжать под смычком. Да, что ты можешь сделать смычком? Вот, все эти крещенды, вилочки. Заодно чистые переходы, распределение смычка, нажим. То есть ты находишь идеальное звучание, не украшая его вибрацией. Это занимает довольно приличное количество времени, зато ты очень четко у тебя выстроишь вот эту всю динамику, которую композитор тут вилочками всю обрисовал тебе, а также формату и прочие все переходы. А потом начинать добавлять эту вибрацию, может быть, понемногу, да, не сразу, а вот прям дозировано, вот сколько мне надо. Это мало, хочется больше. И тогда ты занимаешься уже тем, как ты вибрируешь каждую ноту, и каким образом вибрация с одной ноты передается на другую, с одного пальца на другой. Я сейчас это, ребят, отвращу от этой деятельности, потому что это занимает огромное количество времени и труда, но результат просто, он восхитительный всегда, и ты сразу чувствуешь, как тебе становится удобно и комфортно делать то, что ты хочешь со звуком, да. То есть он становится гибким и податливым под твоими руками, как вот, как из глины клеишь это, лепишь что-то, да. А сейчас тебе, конечно, ты все, что есть, тем и и пытаешься это сыграть. То есть оно просто по-другому работает. Не то, что ты не доработал или не доучил, другого уровня работы уже от тебя требуется. Очень здоровый. Дальше, в следующую тему играем, чтобы я что-то успела. Дальше, в следующую тему играем, чтобы я что-то успела. Точно, прекрасное слово. Да, раз она трепетная, а где вибрация? То есть этот трепет, он, конечно, вибратор, да. Вот все, что ты можешь здесь легче смычком. Да, и вы. Посиди на одной. Я со второго пальца играю. Лучше. Потом так, переход. Первый. Сюда можно, вот сюда. О, вот. Ну, в этих нотах третий. Если надо редакцию, я могу, кстати, броновскую. Давай. Сфотографирую просто, скину. Полетнее. Чуть-чуть вперед. И теперь ярче вторую. Крещенда, большое. Ми-ми-ми-си, не умирай еще, живи-си. Вот первая ритмическая ошибка. Это не си, бросай на си, а си. Си. Это форосфак. Вот. И я предлагаю вот эту фразу довести, ну, на таком приличном нюансе до конца. Тогда ты потом сможешь. Си. 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 И уже, конечно же, не надо делать замедление в первой же фразе. И вот тут и не писал, брюх. Но ты развозишь, ой-ой-ой, а потом где взять покрытину-то. Это уже просто тормозная получается вся история. Наоборот, все-все вперед, вперед, вперед. Я для себя называю эту тему Гребхен. Я не знаю, почему. Но мне кажется, что она женственная, очень такая изящная, легкая такая. Давай. Еще разочек. Легкие все ритмы, пунктирные, очень легкие. Прижми. Продолжать. Си. А вот теперь тише. Давай полосночка. Я не знаю, почему, но по традиции здесь играются с верхней нотой. Не. Треть минуты. До си-до си. Давай, давай. И еще. Все пунктиры посмотри. Послушай, как фортепиано это делает, и как ты. Ты так, что лепишь. Отчетливей. Так же. Вот. Сделай, пожалуйста, полка ритмы, как написано. И две нотки замедлить. Больше не надо. Знаешь? Здесь как бы надо поразить вот этим масштабом крещенто. Поэтому я занимаюсь вот этой нотой. Не помню, каким пальцем, неважно. То есть фасон соли — это уже форте. А вот ми, она как вырастает такая из ничего. И поскольку возможности скрипки не такие уж огромные, то мы делаем это за помощью вибрации. То есть сначала ее почти нет, потом она раскачивается к концу. Давай. Держи форте! Не стесай! Так же еще больше. Раскачивай! Вот смотри, ты так долго к этому идешь, а потом, в общем, как бы... Называется «Гора Роди-Вамышь». У нее... И начинается вот эта повторяловка. Где у тебя... Дети с форцандо, ничего не слышали. Фортиссимо, крещендо из форцандо. Это вот о том, о чем я говорила, что она гораздо больше, чем просто медленная, тихая лирическая часть. Это прям глобальная кульминация уже. Давай. Все, и чуть-чуть вперед иди. Повибрируй, не постой. Да, и послушай. И послушай, что у вас здесь у рояля. Да, собственно говоря, все это к этому идет. Что такое пизанто? Тяжело. Не эконом силы, да? Немножечко ярче все. Не немножечко, а хорошенечко ярче. Отстрели. Па-ми-ва. И широко. Больше смычка. Не получилось. На весь мучок играй. Еще раз отсюда. А вот теперь интересно, что вот когда я начинаю, так сказать, отжимать, да, максимально эмоционально, то появляются какие-то вещи, это уже не непорядок в аппарате. Это та работа, которую надо дальше уже делать, для того, чтобы приспособиться, научиться играть разные приемы, разные штрихи. Мне не хватает вот гибкости, вот здесь этого движения свободного. Немножечко поджато играешься. Вот так. То есть вот это вот я бы все бы увеличила бы, все эти движения немножко. Поискать надо, чтобы смычок хорошо в сторону сел. Так, это тоже я сейчас, конечно, не сделаю, просто сказала. Давай, еще раз отсюда. Парень ми пасолитий. На, чуть-чуть. Здесь не хватает. это ты очень рано уходишь очень рано уходишь это уже ни о чем и ты должен дойти сюда до мэца форта даже не драпиано поэтому не стоит так уходить совсем звуком транквилла это не тихо давай от этого стоп вот смотри здесь тоже есть такие штуки вот эти черточки на первых нотах нельзя это изолировать оно само не получится сама на себя не сыграет эта черточка надо понять как ее сыграть я думаю вибрации причем если ты два раза это сделаешь третий раз уже не потребуется уже понятна мысль да то есть конечно не надо навязывать это это но к пару раз можно показать и нужно показать нет ритмично давай да и андрей не делай ускорение на этом пассаже там где написано там криво явно не надо делать ускорение ты первый раз вот прям честно вот тут вот гнал а потом берешь медленней это не пассаж это опять же мысль да вот это вот надо да 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 на этом хроматизме как бы ищешь новые настроения Думаешь, что дальше будет, а не проскочил. Все, пошел Крещенда. Величественно опять, партисимо. Вот это ужасно скучно. Еще ничего не закончилось. Даже смены нюанса нет. Поэтому мы разделили здесь штрихи. Потому что и все так делают. Очень задавлено. Две, две. И самое главное. И максимум вибратор. Вот все вот это еще можно... А особенно это. Все, что ты успеваешь покачать. Все твое. Твое. Случи. Не ускорять. Другая. Смотри, вот здесь одна и та же тема, но вот эти характеры изначально перескочили сюда. Одна такая. Одна такая. А другая. Да? Другой совершенно. Мощно. Мощно. Соль. И дальше то, что мы называем трепетно. Соль. Мощно. Мощно. Крещенда. Давай. Звучи. Ярче. Не фа с альфа не фа. Ритм неправильно играется опять. Андрей, не провисай. Как ты делаешь? Вот как-то вот так. Стань прямо. Давай. Немедленнее только. Да, дальше все пропустим кусочек. И вот отсюда сыграй мне. Да, у меня есть два соображения. Одно – это вопрос, что ты хочешь этим сказать, опять же. Она гораздо взволнованнее. Я даже не получала чуть-чуть темп подвинуть, чтобы это… Я знаю, что времени мало. Другое совсем, как вокальное, да? Знаешь, есть… Ну, если знаешь, в опере «Фауст» есть такой персонаж Зибель. Не знаешь? Надо слушать музыку. Это такой молодой юноша, влюбленный, который… Там есть ария «Расскажите вы ей, цветы мои». Все музыканты знают. Вот это такая какая-то юная влюбленность, да, юная взволнованность. Как будто ты хочешь что-то сказать, и вот эти паузы, они тебя перебивают, как ты как бы захлебываешься этим, да, чуть-чуть. И каждая из этих маленьких фразочек чуть-чуть другая. Сейчас подумаем, какая. Ты играешь неправильный ритм. Ты играешь… А написано. А потом две шестнадцатые. Везде. И тадет. Понял? То есть это не триольные две вначале, а доль. Давай. Раз-два. Нет. Смотри. У тебя восьмушка. Та-та-та-та-та-та-та. Это триоль. Та-та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та-там. На восьмую. Да. Форте. Фортисима. И здесь не так написано. Здесь написано… Там стоят акцентики. Это то же самое, что эти были бы точки. Не легата. Ну, сейчас ты просто считаешь, стоишь и немножко это… И чего можно подвинуть немножко тент? Еще разочек, давай. Двигайся, двигайся, двигайся. Форте. Здесь, кстати, правильная аппликатура. Смотри. Потом стоит вторая струна. Прямо напечатано. Чтобы ярче было. Потом прямо. Форте. И повисов. Ну, пардон, я, конечно, не попаду. Вот буквально с этой степенью яркости, которую я пытаюсь сейчас изобразить. Крещендо. Прямо. Форте. И фортисима, да, карта. Акцент. Акцент. Да. Окей. Спасибо. У нас что со временем? А должно быть сколько? Еще один претендент. Да. Поэтому временного я вот то, что могу. Мне кажется, тебе надо смелее музицировать. Не в смысле разыгрывать и радоваться жизни, а в смысле работать как музыканту, да, то есть думать о каждом кусочке, о каждой фразе. Не потому что ты не думаешь, а потому что это надо делать смелее. Ключевое слово здесь смелее. Пробуй, ищи, ищи варианты и думай, чем это сделать. Слышь. Спасибо. Давай. Здравствуйте. У нас есть убор, вартиклат, в шее 12. Я помню, вы были на конкурсе, да? Да, были. У нас. Угу. 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 Понятно. Ну ты. Так, что мы играем? Вечное движение. О, клах написано. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот по чуть-чуть, да, вот как бы понемножку, хотя бы такое упражнение каждый день по несколько раз. Поднял скрипку и вот так держи пока. Вот, да, чтобы она у тебя, ну не совсем перед носом, но все-таки как-то вот перед глазами была. Тебе удобно так? Нет, конечно, потому что ты так не привык. Но у меня, к сожалению, нет сейчас маленького маска, чтобы показать. Что вот на самом деле я сразу смотрю, подходит ли ему этот мост, да, он у него не лежит. Почему он так держит скрипку? Да потому что так он у него лежит. Но это же не значит, что это правильно, правда? Вот, поэтому я начинаю крутить мосты. Иногда у меня родители что только не делают, они вот сюда наматывают какой-нибудь там что-нибудь, да, чтобы увеличить. Так, чтобы при том, когда скрипка лежит верно на плече и находится перед лицом, ну чуть-чуть развернуто, чтобы вот эта вот вся плоскость моста все-таки оказалась на плече, а не в воздухе. Значит, конечно, мы так ничего не поправим, когда мост где-то там, ой, зацепились, где-то вот тут вот у него пустое место, естественно, что ничего не выходит. Я сама столько раз это прошла, поэтому ничего удивительного в этом году всего же нет. Это так обычно и бывает. Кому-то раз и подошло, но обычно очень это раскошение. Поэтому я начинаю вот двигать. Вот если бы он был вот так, оно сваливается, естественно. Вот если бы он был вот так, то мы могли бы это сделать и было бы удобно. Поэтому я сейчас тебе ставлю обратно, от тебя отвязываюсь. Но, в общем, идея в том, что вообще на самом деле ноги надо поставить пошире, а скрипка должна быть вот так. И причем она должна чуть-чуть вверх даже смотреть, чтобы твои глаза прямо вот сюда были направлены. Вот ты сейчас намного лучше. И тогда можно начинать делать что-то с правой рукой. Потому что из-за этого все переворачивается. Он просто стоит вот туда с наклоном. И говорит, что поднято ли плечо, даже я не знаю, просто он весь перевернут в эту сторону. А если перевернуться на место, то вполне возможно, что и плечо само собой станет на место. Ну-ка, покажи. Проведи мне просто открытую сторону. Ля. Так, погоди. Можно я вот твой рукав, вот мышка, вот сюда уберу? Не вцепляйся в смычок. Смычок мы не держим. Мы просто кладем на него руку и тянем. Все. Держать ничего не надо. Ты прям не цепляйся пальцами. Значит, вот это вот колечко, хотя называется держащее, но не очень-то держащее, а просто придерживающее. Остальные пальцы просто лежат на смычке. И чуть-чуть наклоняй. Давай, поехали. Вот это не напрягает. Вот скажите мне, педагоги, у вас тоже вот дети вот этот палец всегда напрягают? Вот этот. Я не могу, у меня вот этот вот. Я не понимаю, зачем. Я уже всяко рассказываю, объясняю. Может быть, его вытаскивать чуть-чуть повыше? Пока вот скажем, да? Потому что когда он вот там, то он вот прям вот так получается. И от него идет зажим явный. Вот немножко, чтобы он как бы тоже подушечкой чувствовал его. Вот Егор явно уже хочет это делать, зажимать этот палец. Уже все признаки этого имеются. Давай, проводим. Так, крепко где-то уже я ее вообще не могу найти уже. Выше, вот сюда, да. Вот. Освобождай. Да, 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 да. Да ты все это знаешь, я чувствую. Видни, параллельно. Вот ты потихонечку начинаешь туда закашиваться опять. Смотри, что нам надо, чтобы плечи были на одном уровне. Правая и левая. Да, и доводи до колодки, смычок. Не дергай, просто доводи. Прям проводи до колодочки еще. Да, опять поехала. Ну, то есть надо просто самому сообразить, что от тебя требуется. Почему мне это так нужно? Сейчас тебе объясню. Вот ты играешь эту пьесу, ну, что ты ее играешь? Но вообще-то она по-настоящему, эта пьеса написана, мы называем дубль-штрих. Знаешь, такое слово уже слышал, да? Да. Вот этот самый дубль-штрих, он обычно сэтье. А такое слово тоже слышал? Сэтье? Да. Да, что это такое? А, это... Ну, своими словами по-простому. А, да, обычно делали. И смычок что делает? Вот так. Прыгает. Прыгает. У тебя не прыгает, потому что у тебя вот здесь вот зажим вот этот. Ты вот так делаешь, у тебя... Я скажу, ты как-то еще удаешься это быстро играть. А на самом деле это... Господи, какие там ноты. И чем свободнее я держу смычок, тем лучше он прыгает. А если я вот так цеплюсь как-то... У меня будет такая терка, знаешь, для морковки такая. Вот. Это очень... Не совсем то, что нам надо. Поэтому попробуй сделать это вот этими самыми движениями пальцев, которые мы сейчас с тобой... Нет. Подожди. Пока твоя рука вот так, ничего не получится. Разверни ее так, как мы сейчас делали с тобой. Трудно сделать цепье, когда, в общем-то, и деташи особо еще не... Твой разворот тоже вот немножечко так, к тебе, сюда. А теперь смотри, когда ведешь маленькое деташи, то движение настолько маленькое, что не надо делать это всей рукой. А можно сделать это вот... Да-да-да-да-да-да-да. Чем? Пальцами. Да? То есть пальцевые движения вот эти. То есть вот то, что мы называем мелкая моторика, да, вот эти вот мелкие движения, мне кажется, что как раз этим и надо заниматься, потому что это, ну, это очень развивает всякое со всех точек зрения, да. И вот это движение мелкой пальцев и кисти было бы очень здорово найти. При том, что, конечно, исходить из того, что, прежде всего, надо опустить плечо и поднять скрипку. Но, тем не менее, мне кажется, вполне можно этим позаниматься. Начиная там, не знаю, с простейших каких-нибудь этюдов на деташе. Вот. Да. Ну, ты со мной очень здорово делаешь, теперь сам. Да-да-да-да-да-да. Только у тебя движение вот туда идет как-то, а надо, чтобы оно было, как к тебе, к тебе. Вот наклон, и вот оно. Нет, вот сюда нету. Вот так, да. Потому что сейчас тут еще и кисть. Да, есть еще вот это. И следующий этап, это взять вот прям кусочек вот этого самого, даже этой же пьесы. И та-та-та-та-та-та-та-та-та. Через вот эти кистевые, пальцевые движения попытаться сделать вот это деташе. Можешь попробовать? Давай. Только ты мне вступление не играй, а я прям вот отсюда играю. Подожди, нам эта часть мучка не нужна. Нужно ближе сюда. Пальцы наклонить правильно. Смотри, мизинец стоит не вот так, а он вот так тоже. Да, чуть-чуть наклонил. Давай. Ну, не смотри вновь, ты же знаешь. Вырубил. Подожди. Мы же медленно играем. И вот эти движения. Не вибрируй, это нас здесь не надо. Вибрация здесь не нужна. Это же быстрая музыка, тут все равно не провибрируешь. Сам. От себя чуть-чуть вперед туда. Вот, 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 вот. Да, может, это и займет какое-то время, но в результате ты получишь настоящий штрих-сетерепль, который на крючок будет подскакивать, и такое получается очень виртуозное все. Да? Да. Так. Значит, с этим понятно. Начни еще разочек сначала. Там. Побыстрее сейчас пока. Может. Значит, есть такой, как бы пропущенный тап, ускорение, да, идет. Можно играть чуть-чуть быстрее, а потом раз, схватить быстрее, и оно и зажимается. То есть нужно, чтобы это вот довелось до, так сказать, до нужного темпа. Ясно, что сойтия в медленном темпе не получишь. Так. Ну и давай, давай, давай. Ты играй. Это мы так обсудили. Да, теперь следующее. Твои пальцы, только мы говорили с кем-то уже про это сегодня, Ксюша, да, пальцы не должны здесь висеть. Они должны... Стоп! Они должны вот сюда повернуты. Давай. И готовы к игре. Где, где, где у нас? Вот мне интересно, а до какого... Стоп, вот там вместе остановимся. До какого темпа мы можем с тобой дойти этими пальцевыми движениями? Чуть-чуть быстрее бери. Попробуем. Не переворачивай руку, тебе надо вот так. Плечо вниз, это вверх. Рука, вот она лежит на пучке. Побыстрей. Пальцами. Ми-ре-до. Пальцы, пальцы работают. А еще чуть-чуть быстрее можешь? Еще мельче движение. Пальцами, 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 не задирай в кокот. Поехали? Давай. Молодец. Не забывай. Низ. Потом смотри, у нас как, вот есть положение руки на мистероне, когда локоть низкий, да, и есть положение на рестероне, когда он повыше. Ты там не забывай локоть наверху. Давай еще раз. Опускай его, когда идешь на нижнюю сторону. Пальцами, пальцами. Смотри, смычок лежит, палец лежит на смычке вот этим местом. У тебя вот этим. Я сегодня показывала девочке. У меня вот здесь вот дырка от смычка, а у тебя будет вот здесь дырка от смычка, что, в общем, неправильно, что ты вот этим местом держишь. А я вот тут, вот этой второй фалангой пальца, вот этим. Вот так. Не уходи глубже. Вот это все, да, давай. Молодец. Не залезай туда вот так. Он заворачивает. Ну, так вот оно все туда. Надо скрипку выше, тогда... Как у нас в этом, в нашем скрипичном, в этом игровом аппарате настолько все связано, что просто скрипка поднимается, здесь ложится правильно, да, то есть достаточно это сделать, и все перевернулось. Каким местом? Ой, да. Да, давай. Побыстрее. Пальцы, пальцы. Пальцы. Работают. Ну, давай, я специально тебе не даю сейчас. Пальцами, пальцами. То есть, как бы исключить вот это, а включить вот это. Серединку поиграть. А где это танго? Да, где танго. Какой нюанс стоит? Какой нюанс стоит? Нюанс. Форте? Да? Форте? Не знаю. Ну, ты посмотри. Так. Вот это. Форте. Вот давай, от коротки на весь мучок. Поехали. От коротки. Давай. Вибрация совсем зажимает его, просто напрочь. Да, вот от вибрации просто все. Дай застройческий. Нельзя играть на расстройном инструменте. Я бы тоже убрала бы для начала всю вибрацию, просто научилась вот это вот все соединять. От коротки начни. Веди смычок смело. Без вибрация пока. Подожди. Даже для того, чтобы просто вычистить интонацию точно, надо убрать сначала вибрацию. Не украшай ничего там сейчас, потому что это... Не вибрируй. Давай, Митя. Не вибрируй. Пальцы надо ставить подушечками. Не за колючками, а подушечками. На себя, чтобы на тебя смотрели. Как они могут на тебя смотреть и все скрыть где-то туда. Вот, давай. До фальшива. Си, до, до. Вот, вот это надо выучить еще раз. Не наклоняйся. Скрипку держи вверх. Си, че, до. Вот это, что мы называем позиционная игра. Надо совершенно точно понять, где какой палец цель. Ты в третьей позиции. Вот, и смотри. До этого места все идет в третьей позиции. А ты все время теряешь. До. Си здесь. До не снимаешь. Все, дальше переход. Сыграй вот это мне, как я показываю. В третьей позиции. Нет. Ты в третьей позиции еще. Соль, ми. Вот. Как ни странно, иногда, даже когда проговаривают, ребята, у меня, какая позиция, они лучше. Потому что вот это как вне, как бы, ищется каждая нота отдельно. Порой я бы, конечно, поделала. Или фалена. Можешь сыграть ми, а, до, гаму, до, рэ, ми, фа, дес, то, ля, си. Нет, вот. Третья позиция. Третья позиция. Третья позиция. Чисто ми. Эта же позиция. Еще раз сам. До, до, не надо. Да. Давай, до, лагая. Смотрите, он тоже на винте стоит. Смотрите, сюда. Да, пальцы вот так закручивать туда не нужно. Они должны на тебя смотреть. Стоп. Еще разочек. Запомни все пальцы, как ставишь. Соль. Окей, пусть будет так. До, мажор. Предположим. Стоп. Это, конечно, не до, мажор. Теперь, глядь. Си, ля, до. До. Нет, ты в этой же позиции. Ты хоть что-то ставил все пальцы подряд. Давай. Ля, держи. До, ставь. Уже лучше. Да. Теперь переход. У тебя не первый палец здесь? Мы первый. Не беги на переход. Медленнее его делаем. Соль, ми. Еще раз играй, так все. Все, без ног. Си, ля, до. Так. У тебя скрипка вниз, а плечо вверх. Выравнивайся. Да. Молодец. Уже чище стало. Только переход. Да. Ну, потом, я говорю, ты каждую ноту ищешь отдельно. Вам надо гамму поиграть, чтобы просто научиться пальцы правильно ставить. Вот это вот все. Вот так, вот так, и каждый палец отдельно, поэтому очень трудно с интонацией все плавает. Ну, то есть, проблемы есть, но мне кажется, что потихонечку это все можно прорешать. Ласками и сказками. То ласками, то сказками называется. Вот. Ну, занимайся. Над руками надо поработать. Все. Спасибо. Так. Так. Самых терпеливых спрашиваю. Я готова ответить на любые вопросы. У меня есть тоже к вам вопрос. У меня есть вопрос к вам. Вот скажите мне, вот, педагоги, да, как вы сами относитесь к вопросам мастер-классов, да, что вот оно дает и вообще дает ли что ли? Я сразу скажу, что я очень скептически. То есть, я считаю, что это, ну, как, потом скажу, что я считаю. Сначала вы расскажите, вот эта нужная форма вообще, она, как, у всех устраивает, или вы что-то другое хотите услышать на мастер-классах, не то, что я... А это все разные, нет? Ну, они все разные. Нам это нравится, мне кажется, есть это толпая, или... Ну, вот, я сама я очень к этому так, и, скажем, я крайне редко даю своих учеников на мастер-классы кому-нибудь, крайне редко. Я имею в виду даже, вот, там, выдающимся людям. Ну, вот, Вадику даю, потому что, как бы, свои люди. Но, в принципе, мне кажется, что это больше такая форма, ну, первое, что ребенок ничего не успевает из этого ухватить, как правило, это первое. Больше для педагогов. Ну, а потом, когда... И это может быть очень индивидуально, мне кажется, что вот педагогам это неприятно, потому что им указывают на какие-то недоработки, которые они и так знают лучше, чем, скажем, тот, кто преподает, потому что они знают все это изнутри, и еще кучу к этому знают всего. Ну, может быть, да. Может быть, да. Понятно. Ну, ладно, прекрасно. Да, так это же обидно. Это же обидно, ужасно обидно. Нет, 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 просто, безусловно бывает так, что сказанная, одна и та же несказанная людьми, человеком, другими словами, в другой обстановке, она вдруг... Срабатывает. ...везется, будет, мы, конечно, ведем речь о взрослых, взрослых, которые вполне... Ну, да. ...сами все это опознать, да, а мне кажется, что такая форма, во-первых, полезна для педагогов в каком смысле? Нет, я, конечно, не исполнитель, но я хожу всегда, вот, как говорится, теоретически, физически, то есть, какой-то один из этих прием, например, педагог объясняет другими словами. Тоже, да. Другими словами. И вдруг этот прием оказывается действенным. То есть, ну, вроде, бьешься, бьешься, пытаешься объяснить, там, интервалы, что-то такое, а они, ну, понятно, что, видно, что они не совсем все, ладно, какие-то слова. А другой, когда мы подъясним, ага, можно вот так. Ну, вот эта форма становится более... Ну, это верно, да. Да. То есть, мне кажется, что педагоги обмениваются какими-то просто методическими приемами, это раз. С другой стороны, это полезно для детей, потому что, во-первых, это публичная обстановка, во-вторых, это, ну, скажем так, вот эти вот педагоги, скажем так, в две ребенка, да, они как-то более высококлабельные. Это тоже правда. Ну, вот я как раз и хотела бы, чтобы это превращалось в обмен, совершенно верно. Поэтому я все время к вам поворачиваюсь, все время спрашиваю. Я хочу, чтобы было какое-то общее участие в этом, как бы вот наше, потому что у каждого свой опыт, у каждого свои мысли и какие-то, слава богу, все они первый год работают. Вот. А вообще я больше люблю форму, когда в классе, конечно. То есть это к тому, что если кому-то нужно или кому-то интересно мое мнение и какие-то советы, то я всегда готова в классе в любое время, абсолютно, так сказать, без всяких там, безвозмездно. Это касается и Новокузнецких, и ребят, и всех, в общем, всегда готова позаниматься. Мне кажется, что такая форма, как открытые мастер-классы. Да, открытые мастер-классы, они немножечко, ну, как показуха, скорее себя показывают, да, чем... А вот в классе это уже более такое, какое-то... Хотя я согласна, что и открытые тоже полезные и интересные, но не в большом количестве. Не в большом количестве, да. Я всегда на мастер-классах на любые специальности. И что-то мне очень интересно. Да. 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 Где-то попадает, вот, 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 я-то, вот, это вот, вот, это вот, 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 это вот, 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 все равно, все равно, все равно, все равно, все равно, все равно. Спасибо вам большое, Ваенна Тиманова, что вы говорите, отслужили, если перед каждым годом не открывали... Нет! Что тут приятных? Да, пожалуйста, конечно, всегда готова. Ну, вообще, вот это надо, конечно, я думаю, дело даже не в мастерах, вот здесь сейчас наши педагоги новосибирские, мне кажется, надо больше активизировать какую-то нашу общую работу секции, то, что называется секция, тусовку, чтобы мы могли как-то больше контактировать. Да, ну, это надо делать. Конечно, спорили, спорили, точно, точно. Да, надо, надо, да.